В результате пожара товар пришёл в негодность. Его остаётся вывезти только на столбик. Пепел, мокрые стены и уничтоженный товар. Вот что увидели, придя сегодня на работу арендаторы торговых павильонов. Предприниматель Юрий Метелица живёт в Абакане. Говорит о пожаре, сообщил продавец. Пока добирался до Минусинска, товар спасти не успел. А то, что осталось, продаже не подлежит. Этот бизнес был основным источником дохода семьи. Я приехал сразу с Абакана и увидел, что пламенем объяты уже та вся сторона. У меня в аренде было два павильона, павильон посуды и за углом товары для дома. Тантировочный ущерб – миллиона четыре. По данным МЧС, сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в 19.15. На место выехали 17 человек и 5 единиц пожарной техники. Огнём было охвачено 20 торговых павильонов. К счастью, пострадавших и погибших нет. Будем выяснять причины возгорания и, соответственно, поиск виновных лиц и привлечение их к ответственности. Ну а задача муниципалитета – дальше определиться с судьбой этих павильонов, то есть разбором этих завалов. В ларьках продавались товары для дома и ремонта – одежда, бытовая химия и сотовая техника. Очевидцы утверждают, началось всё с крыши. Крыша загорелась сначала, а потом отчего нет. А вот я когда подошёл, вот так крыша горела вся. Я сюда шла час, я шла с коттеджей, потому что увидела просто столб дыма. Мне стало интересно, потому что казалось, что это рядом с нашей заправкой. Спасатели сработали оперативно и предотвратили возгорание соседних торговых павильонов. Пожарные машины забирали воду из городской системы водоснабжения. Недостаток напора почувствовали только жители верхних этажей многоэтажек. Мы ограничили некоторые микрорайоны расход воды, тем самым сохранили воду здесь, на данном участке. И на данный момент идёт локализация пожара. Сегодня ведётся расследование. По факту возгорания проводится проверка. Официальная причина пожара будет названа в ближайшее время. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки. Павильонов ориентировочно около 20. По нашим примерным подсчётам я говорю, что вся информация уточняется. То, что во время работы, вы сами видели, достаточно много было работы, паника. Нужно было и людей сдерживать, и организовывать тушение. Помимо этого, мы в режиме собираем первоначальную информацию, предоставляем по разным каналам для её проверки. Десятки людей лишились работы, и у многих пострадал бизнес. В ближайшее время в городе будут проведены масштабные проверки всех объектов розничной торговли на предмет соблюдения пожарной безопасности. Ущерб от огненной стихии предприниматели сегодня оценивают в сотни миллионов рублей. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.